Всем привет! Сегодня у нас 12 июля. Сегодняшняя наша тема Что происходит с отзывами, какие отзывы существуют у нас и вообще как с этим бороться точнее. Вот, я сейчас небольшую такую вводную расскажу, как я себе на данный момент вижу и потом будем просто это обсуждать. На самом деле я сейчас вижу несколько способов получения отзывов, которые еще работают, которые на данный момент приносят продажи. Это склейка, как бы там ни было. Что происходит сейчас со склейкой? Я в ней не специалист, на самом деле. Когда меня удалили последний раз, там, две недели назад, абсолютно дочистили все мои аккаунты, все мои листинги, просто надо было уже что-то делать. Обратился, там, друзьям, там, кто уже давно это делает. Я признаю свою ошибку, когда я в январе месяце не пошел в эту тематику, не стал прокачиваться, просто технически я так называю. Вот, я получил много убытков, много негативного опыта, вот, но как бы все ставят на какую-то лошадь. Я поставил, я всегда ставил на именно, ну, я не знаю, в кавычках честные продажи, потому что я считаю вот эти искусственные выкупы и нагнетание отзывов, это исключительно, чтобы встать в рамки. Не более того, я не злоупотребляю, я не делаю там тысячи отзывов. Вот, естественно, со временем получаешь опыт, понимаешь, сколько надо отзывов для продаж и так далее, то есть в разных нишах по-разному, но я стараюсь не наглеть, по крайней мере, сейчас-то точно. Вот, потому что уже обжегся и, соответственно, все это дело аккуратно. То есть склейка работает, работает значительно хуже, чем до пятницы, там, прошлой пятницы, насколько я помню, когда склеиваться практически все перестало и из-за того, что бренды теперь не склеиваются. Вот, это первый момент. По склейкам, соответственно, работать можно, но сложно. Из-за этого, насколько я знаю, по крайней мере, сам, что делаю, на коммерческую основу очень сложно сейчас делаться. То есть практически все делают только для себя в небольших количествах. То есть это 10, 20, 30. Или если у кого-то большая база была, например, то у меня, я вижу, у конкурентов, там было 500 отзывов, стало 50 просто. То есть вот где-то 10-20 раз количество отзывов у нас уменьшилось по склейке. Так, второй вариант, второй вариант, это, ну, я так называю, мерч, в принципе, та же самая склейка. Не знаю, то есть, насколько, ребята, знаете вы про мерч, что, как это работает. Это склеивание дубликатов, то есть это, в принципе, то же самое, по большому счету. Но чуть-чуть более сложно, и если проверять на количество вариаций, просто это не увидишь. Ну, сложнее, так скажем, все это увидеть. Проблем с мерчем еще больше, потому что он клеится непонятно как, непонятно куда, может все что угодно произойти. То есть даже об этом смысле там углубляться смысла нет, непредсказуемая штука. Третий момент я называю китайской схемой. Это, опять же, тот же самый склейка, только с возможностью, с возможностью склеивать эти, как это называется, не верифай. То есть та же самая склейка, только делаем и создаем эти отзывы там, и склеиваем эти не верифай. Как они будут работать, не знаю. Да, много мониторят, много ребят за ним смотрят. У меня самого в нише такие товарищи есть. Тоже очень легко все посмотреть. Да, но в любом случае, это не верифай. Мы не верифай знаем, в прошлом году, 20 апреля, у нас убрали, по-моему, индусов, и где-то в августе у нас начали душить жестко по не верифая. То есть не верифай по большому счету не работает. Сейчас кто делает не верифай, в принципе, практически все перестали делать, если делать в небольшом количестве. Когда мы делаем выкупы через нормальные аккаунты покупателей, не верифай висят, нормально висят. Но такого количества аккаунтов просто ни у кого нет. И если можно сделать качественный не верифай, ну, зачем его делать, если можно делать верифай. То есть, ну, понтов просто нет. Из-за этого, если у кого-то есть эти аккаунты, они, соответственно, делают просто верифай, а не делают не верифай. Вот, то есть экспериментировали, не верифай висит абсолютно нормально. В массовом порядке, сейчас-то это вот по этой китайской схеме, посмотрим, что будет, но есть большие сомнения. Вот, из-за этого, опять же, мы тестим на своих товарах, причем делаем по-разному. Там есть всякие моменты, вот, так что будем дальше смотреть. Чем на данный момент, на что, можно сказать, я лично ставку ставлю? Общался я уже со многими людьми, вот мы попробовали вот эти вот три варианта, которые у нас на данный момент мы все до одного используем, вот, по-разному смотрим просто как, чтобы не было такого беспредела, вот, но сейчас на данный момент большие сомнения, я вот сейчас уже как раз посоветовался там тоже с ребятами, как это будет выглядеть. Я не вижу варианта, вот я недавно рассказывал как раз про вариант, у людей большое количество аккаунтов, и они делают выкупы, не срослось. То есть я потратил огромное количество денег, и до сих пор у нас висят клиенты, так скажем, просто не печатаются отзывы, не печатаются, блокируются покупатели, то есть, ну, не работает эта система, и из-за этого, исходя из этого, мы просто переходим на данный момент на плане теста, многие, наверное, видели уже объявление мое, в принципе, отчасти и вот этот вот вебинарчик я именно замутил из-за того, чтобы рассказать, какие планы на данный момент, чтобы кого это заинтересует, обращайтесь ко мне, мы будем там уже вместе думать, как это делать. Во-первых, у нас есть достаточно приличное количество людей, которые делают аккаунты, искусственные. С аккаунтами, да, действительно надо делать качественно, потому что технически это не так все просто. Даже вот у меня сейчас технические аккаунты делаем, некоторые аккаунты сразу попадают на проверку, потому что те же VPN-ки, они палятся, айпишники плохие там, я не знаю, какие причины. Вот, мы это не понимаем, но есть сложности с аккаунтами, с новыми, старыми, со всякими аккаунтами. Вот, что мы сейчас на данный момент видим? То есть мы сейчас собираем людей, кто, также обращайтесь, кто генерирует покупательские аккаунты, в больших количествах, там сотни, тысячи, я не знаю. Вот, идея какая на данный момент? Мы считаем, что, ну, по крайней мере, я считаю, хотя сейчас мы пробуем, опять же, другие варианты, считаем, что, во-первых, банить, банить нас начали всех в первую очередь. Да, наверное, есть какой-то робот, есть какие-то вещи, связанные с, там, айпишниками, с покупками, с процентом, с отношением, со всеми делами. Но мне кажется, основная масса, основная масса, это как раз мы пострадали от того, что у нас есть огромное количество людей, которые не думают головой, а, ну, делают, чтобы задницу прикрыть, по большому счету. Потому что сейчас пришла информация, просто в цвет вообще, там, не буду говорить откуда, но смысл такой, что когда многих вот на суспен сажали, Amazon, когда-то на 20 дней, там, они сажали, когда делали всякие вот эти вот затормаживания продаж и зависал аккаунт, насколько все помните, была ситуация связанная, предоставьте, кто вам делал отзыв. Вот, мы на начальном этапе, когда это делали, я помню, Никита, там, год назад забанил, меня потом тоже такая ситуация была. И мы в вебинарах, в принципе, рассказывали, просто сходите в любую ревью-группу, и в ревью-группу просто найдите, как он, там, я не знаю, американца, там, индуса, неважно, у кого там просто написано ревью, делаю ревью, там, и так далее, и так далее. И мы, соответственно, все это делали. И предъявляли, и, в принципе, разбанивались. Есть предположение, что это перестало прокатывать, может быть так, может быть нет. Но в любом случае, за границей, насколько я знаю, вообще нет отчета. Когда я в последний раз начал заказывать верифай-выкупы, все, наверное, видели вот эти Excel-таблицы огромные, где там вот эти осины наши, там есть ID, ну и все дела, короче, сами понимаете. И нам просто прислали скрины, чуть ли не с Амазона, а как раз вот с этими вещами. То есть я считаю, что просто идет вот ниточка, раскручивается, из-за этого глушится постепенно. У меня, например, на аккаунте постепенно удаляли. Сначала с одного листинга-отзыва, потом с другого листинга-отзыва, потом с третьего. И там у меня их было пять листингов, по-моему, со всех пяти так удалили постепенно. Вот, то есть я считаю, что это вот просто наши товарищи такие ошибку умные, свою задницу прикрыли, но сейчас на данный момент страдают все. Я не знаю, как там у китайцев, у американцев, все плачут как бы. То есть нельзя сказать, что это только у нас так. Но в любом случае вот эти Excel-таблицы, они нам сильно помогли, точнее Амазону сильно помогли поймать вот этих всех наших оптовиков. Не знаю, я лично сейчас у оптовиков ничего не заказываю, потому что у меня просто от всех них удалили все мои отзывы. Ну вот такая ситуация. Потом, значит, что я сейчас хочу сказать по поводу, что мы сейчас планируем. Ну, планируем на самом деле достаточно тривиальную вещь. Это, мне кажется, ну из всех возможностей, которые у нас есть, мне кажется, это единственный способ делать просто аккаунт, на аккаунт делать 4-5 выкупов, потому что если, кто знает, чтобы написать отзыв, надо 50 долларов. 50 долларов плюс, соответственно, какое-то количество в любом случае покупок. Соответственно, мы сейчас делать что будем? Мы сейчас будем делать такой микро вероланч там и все остальное, чтобы через трафик прогонять товары, кому не нужны отзывы. То есть на данный момент вот первую ласточку я закинул просто потесить, посмотреть, какой будет спрос. Спрос на самом деле пока небольшой, из-за этого мы не можем делать верифай отзывов. То есть если бы у нас на данный момент был большой трафик людей, которые хотят двигать свой товар, вероланч за это берет хорошие деньги. Мы это делаем на данный момент практически бесплатно. В будущем не знаю, как это будет выглядеть, потому что все заинтересованы в отзывах именно верифай. И многие продавцы просто могут доплачивать. Вот. Соответственно, сейчас на данный момент мы 4 доллара поставили по именно выкупам для трафика, для того, чтобы в прайм дню продвинуться там или еще какие-то. Кому-то фидбэки нужны. Фидбэки мы посчитали, прикинули. Это минимальная сумма, соответственно, там 14 долларов. Потому что мы не будем делать треки, не будем делать там левые выкупы, чтобы написать фидбэк. Потому что мы все это делаем не для заработка, а для того, чтобы прокачать аккаунты, в которых можно постепенно записать. Средний наш товар – это, как правило, 15-20 долларов. 15-20 долларов – себестоимость создать аккаунт, вся вот эта вот геморрой там, человека нанять, который заказы принимает и все остальное, мы примерно прикинули 20 долларов. То есть, если грубо, просто вот человеку нужно сейчас отзыв, то есть вот сейчас, как я себе это, например, делать буду, это будет стоить примерно 70 долларов. 70 долларов, мой товар – 20 долларов, соответственно, мне на аккаунт вернется 20 долларов, фи заберут, 15 долларов останутся. Значит, я попаду на 55 долларов. Естественно, это не улыбается особо. Соответственно, как мне эту себестоимость уронить? Себестоимость можно уронить, ну, первое, если у меня товар дороже, но здесь другое ограничение уже идет. Ограничение в том плане, что мы считаем, должно быть не менее 4 покупок. То есть, хотя бы должно быть еще 4 товара. Да, можно их дешево выбрать, там, 5 долларов и так далее. То есть, человек, у которого 50 долларов товар стоит, ему будет более выгодна эта схема. Вот. И мы эти аккаунты не собираемся убивать. То есть, мы купили, например, там, 4 товара, 4-5 товара купили, написали одному отзыв. Другим, соответственно, сделали трафик. Может быть, даже до тупого дойдет, что человеку нужен отзыв, там, ну, просто горит, там, надо 10 отзывов там эти. Сделали там по 70 этих самых долларов отзывы. Он, соответственно, не нашел людей, которым нужен трафик и часть денег, ну, вернуть. Просто мы с интернета взяли, сделали выкупы и все. Ну, это такой уже, такой крайний вариант. Соответственно, вот сейчас как раз мы над этим работаем. Аккаунты, в принципе, есть. Сейчас вот потихонечку запускаем вот эту тему именно вот так. Чтобы было несколько отзывов, несколько выкупов, один отзыв. Какая-то пауза там месячная. Аккаунт отстоялся. Еще раз такая же схема. Еще раз. И, соответственно, вот набираем вот эту всю историю. Остался, естественно, правильно заточенный именно аккаунт. Ну, я имею в виду созданный хороший аккаунт байера. В принципе, я все рассказал. Давайте тогда, у кого какие претензии, вопросы и, соответственно, предложения. Ребята, почему нет звука? Ну, я думаю, кто это сам? У всех вроде есть. Так, значит, так. Значит. Дмитрий что тут пишет? Вот, пересечение, я из-за этого говорю. Естественно, должны быть корзины разные. Естественно, конечно. То есть, и корзины должны быть разные однозначно. И выкуп один. Конечно. То есть, получается, корзина. В корзине будет там один лежать товар А, Б, С. В следующей корзине мы делаем А, Б, С, Д, например. В следующей корзине мы опять делаем выкуп. Отзыв верифай на А, А. Но там уже не Б, С, Д, а уже Е, Ж и так далее. И так вот чередуешь, чередуешь, соответственно, делаешь это, как его звать, рандом. Однозначно. Корзины не должны пересекаться. Можно больше отзывов делать в будущем, там, например, два. Можно, но не сразу. То есть, в начальном этапе, понятное дело, что это не гарантирует ничего абсолютно. Однозначно. Я здесь не сижу и не вангую. И не говорю о том, что это вот точно стопроцентная схема. Тут там есть супер какие-то знания. Нет, абсолютно. Вот. Это вот разговор именно о том, что я просто из того, что вижу, с чем я работаю, а куда я сейчас пришел. Вот. Да, есть там другие схемы сейчас. Мы тоже их разрабатываем. Но я предпочитаю всегда сложные схемы. Из-за этого будет что-то новое, более так. Так вот, правильно. Есть ребята, которые там более серьезными вещами занимаются. Но это не для широкой публики. И из-за этого мне, как многие говорят, зачем ты эту там, тему выдаешь, а делай сам для себя. Вот в этой ситуации нам нужна массовость. То есть, если будет массовость, будет, соответственно, большое количество корзин, и мы сможем много делать вот этих вещей. Так, по поводу, по поводу Сиена, я это называю китайской схемой. Она уже работает там, я не знаю, там, годы. Вот. Посмотрите. Здесь ничего такого нет. Кто в этом разбирается, достаточно. Я ничего не могу сказать. Я могу сказать, Сиена, это, на мой взгляд, это не верифай, не верифай, ненадежная история. У меня у самого, мы сами это делаем, у меня у самого несколько листингов по этой тематике сделано. Может быть, чуть-чуть по-другому. Может быть, какие-то там есть фишки. Я не знаю. Мне как-то неинтересно. Я считаю, всегда, все время покажет. Не верифай, я сам не верифаем, профессионально занимался с Владимиром и с другими ребятами. И мы там, я не знаю, сколько съели фуда в соли, что опыт как бы есть. Вот. Из-за этого пробуйте, пробуйте. Ребята дают гарантию. Если нет других вариантов. Почему мы, например, сейчас разговариваем о 70 долларов заводах, 10-долларовым товарам? Потому что нет вариантов, реально. До кого это еще не дошло, ну, тому, соответственно, повезло. Я не строю бизнес на везение, из-за этого постоянно куда-то надо двигаться. Я вот признаю свою ошибку, я просто тупо потерял огромное количество денег, времени и нервов, что я не стал склейкой заниматься в январе. Когда вот эта вся тема пошла, я, соответственно, на аутсорс отдал Руслану. Ну, у нас там не сработало, потом я там дальше, другие варианты. И вот просто время убил, потерял. А сейчас и склейка толком не работает. То есть даже эти знания, они ничего не дают. Так, что, какие еще вопросы? Так, если кто это самый, микрофон слева внизу, еще раз говорю, задавайте вопросы голосом, давайте общаться. То есть я теперь буду только проводить вот такие вот мероприятия, потому что еще раз говорю, на лаве очень много левых людей, которые просто на картинку реагируют, заходят-выходят, неинтересно. Здесь именно я собираюсь все для общения, обмениваться информацией, опытом, потому что, особенно вот на данный момент ситуация с отзывами, мне кажется, она самая горячая в плане не хайпа какого-то дебильного, а именно в плане решения этой проблемы. Так, значит, что еще? Дмитрий, где-то найти алгоритм, как делать Сиены? Да я не знаю алгоритм элементарный, там просто, я не знаю, даже мне сложно сказать. У меня вопрос тогда. Давай. Ты рассказал, что сделать такую схему, как бы, с покупными аккаунтами, ну понимаешь, эта штука, ну вот есть тот жилья в Ланче, Польша, там, по сути дела, это более-менее такая программная платформа. Если тут звучную будешь пытаться... Нет, нет, тут разговор, это не проблема. Сейчас, например, у меня Костя сделал абсолютно такую же программу, все то же самое делает. Это ничего такого сложного-то нет. Ну да, чтобы сделать... Это не проблема, понимаешь, был бы спрос. Программистов здесь, я тебе говорю, вот сейчас что меня раздражает в Амазоне? Я когда на Амазон шел, я точно знал, что я, так как я торгаш, всю жизнь продажами занимался, я буду биться с SEO-шниками. SEO-шники, я понимаю, что это за люди, что они себя представляют, как с ними биться, то есть мне, в принципе, это было по приколу. Вот, ну когда я начинаю биться с программистами, ну это, блин, ну это не мой уровень, то есть, ну мы вообще в разных мирах живем просто. Ну и программисты любят точно эти задания. Нет, 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 я, может быть, неправильно выразил, не программисты, а вот именно вот эти вот люди, там, типа Руслана, например, и так далее, то есть мы с ними биться не можем. Они, ты сделал, выстроил бренд, тебя баг забанили. Ты там, я не знаю, что ты сделал, ну то есть, это нечестная конкуренция, и здесь это чуть-чуть другое совсем, то есть этому надо учиться, чтобы на равном месте, ну то есть конкурировать с ними, надо это просто уметь. Ё-моё, блин, там одними письмами кто-то от хайджекеров избавляется, а кто-то, меня вот лично, меня, мой главный аккаунт забанили, мне просто там на инфлейт файлом притянули бренд, который у меня никогда не пользовался, и меня просто забанили навсегда аккаунт. Я разбанивался через 4 месяца, ну там, почти, Синтия меня разбанила, и то я уже планировал у неё деньги забирать, непонятно с чего, раз мы открываем утром нас аккаунт, я весь товар вывез, у меня товар было, не помню, то ли 28 тысяч из каю, то ли 38 тысяч. Так, может быть, надо в первую очередь вот этим тонкостям учиться, как бы. Да нет, ну я не хочу, понимаешь, продажи, маркетингу, упаковки, чувство вкуса, я не знаю, ценообразование, мне это нравится, сейчас есть там ребята, там другими вещами занимаются, это можно применять везде, то есть ты здесь развиваешься, а уметь на платформе Амазон, это, как знаешь, это, бухгалтер, программист 1С. Ну то есть такая, это в узкой... Я имею что в виду, вот находишь нормального программиста, да? Программистов там нет, программисты, которые работают на Амазоне, они сами говорят, мы ничего не программируем, ни одного кода не написали, там просто много, это просто надо иметь склонность, надо иметь терпение, надо вот язык знать, надо там вот эти правила, надо это всё изучать, надо там долбить людей, которые это знают, надо обмениваться опытом, надо читать кучу чатов, вот ты будешь прокачен, то есть программист это в кавычках на самом деле. Я вообще про другое имел в виду, вот смотри, вот я имел в виду, что если вот брать конкретно вот эту систему, как Амазон там вычисляет отзывы или ещё что-то, чтобы... Ну, с кем я общаюсь, я понял, вот ребята, которые, с кем я общаюсь, которые делают эти аккаунты, они как раз этим и занимаются, то есть там мы израбатываем разные схемы, вот эта схема, которую я назвал, это абсолютно простая доходчивая схема, которая будет работать в одном случае, если они сделают правильные buyer-аккаунты, если они не будут запалены VPN-ки и какие-то ещё там вещи. То есть в любом случае, что бы Амазон не делал, а Амазон, ты правильно говоришь, он стремится к продажам, к доходам. И даже как бы там ни было, я просто говорю, что я считаю, что какой-нибудь видеоролик по CNN-у будет более жёсткий, чем, например, какой-то потеря прибыли. То есть акции могут более сильно упасть, или какой-то там в общем пост там напишут статью про Амазон, какие они на прайм-дене обманули людей, то есть их акции… Они делают, естественно, но, понимаешь, жать, дожимать до бесконечности можно. Почему я тебе объясню? Мы же всегда так рассуждали. Ну давай я сейчас с запаленного аккаунта начну фигачить отзывы конкурентам. Понимаешь, ну давай тоже запалим. Но это уже какой-то… Но это то же самое, что вот манипуляция отзывов. Вот сейчас телевизор откроем, включим телевизор, и на телевизоре будет какая-нибудь там суперзвезда рассказывать. «Я пользуюсь каким-нибудь барахлом там, черный жемчуг там, я не знаю, каким там, я не знаю, кремом, там миллионерша, миллиардера, ё-мое, там, я вот пользуюсь этим кремом». Да, конечно, ё-мое. Ну тоже она врет, ё-мое. Ну давайте ее посадим за это. Что она не пользует. Скажите, да, короче, что она пользует, понимаешь? Ну это бред. То есть сейчас приходит к тому, что, как я помню, с Эклипс Глассов, какой-то колхозник там, я не знаю, пошел, что-то посмотрел там на сварку, я не знаю, у нее глаза, зрение лишилось. Показали по одному каналу, по местному, потом на федеральной вытащили. Эклипс Глассов, бах, и закрыли все. Ну то есть это такие вещи, они просто, как кувалды на голову, может упасть кирпич, ты просто всю жизнь жил, жил, и тебе кирпич упал. Смотри, чтоб кувалда не упала, все равно, вот у тебя программисты, к примеру, которые сюда напишут, да? А эти программисты, они сами пишут. Да, сиены никто не пишет, там просто манипуляция там 10 кнопок, вот тебе все эти действия, е-мое. Это никакое, это не программирование. Нет, я про другое, смотри, я немножко про другое. Они только автоматизацией занимаются, чтобы не клацать вручную, и все. Я сам почти, что программист, я немножко, ты меня, может, не понял, я не так скажу тогда, скажу по-другому. Сиены это понятно, это просто интересно, как их делают, даже запускать новый товар. Ну там человек вот хочет рассказать там за 200 долларов, но кому интересно, ему заплатят, он расскажет. Вот, ну блин, мне неинтересно. Это вообще не Владимир сайт, потому что мне именно из его чат-бота в Телеграме пришло сообщение с рекламой этого поста, и вот этот рассказ за 200 факсов. Ну, я ничего, это я могу сказать, что здесь все в сообществе, я лично того человека не знаю, но по крайней мере под тем ником, Владимир, естественно, я знаю, вот, но у них там свои какие-то есть такие вещи, просто я еще раз говорю, схема понятная, там ничего сложного нет, то есть ты открываешь, смотришь этих конкурентов, мы сделали, как мы считаем, они делают. На самом деле, я не знаю, что внутри там происходит, какие там они манипуляции другие, может быть, делают, но еще раз говорю, по сиене просто напишите в группе, напишите там в других группах, спросите, ребята, кто сделал сиену, какой у вас результат, сколько у вас эти отзывы продержались, как вам их восстановили? Это уже спросили, уже люди есть, которые сделали, просто интересно. Ну, их удалили отзывы или нет у этих людей? Нет, пока нет. Вот, вот, соответственно, вот считай дни. Просто интереснее другое, вот смотри, в чем палево-то, да? Палево в том, что, как сейчас говорят, узнали двое, узнал весь мир. Ну, блин, я могу сказать, что китайцев, я не знаю, в десятки тысяч больше нас, они потребляют десятки тысяч больше оборотов и всего остального, из-за этого мы капли в море, но они борются со всеми, все правильно, еще раз говорю, американцы также стонут, все стонут, вот, тут разговорят программисты, еще раз повторяю, как мне объясняют, я не знаю просто, ко мне, я же не всех знаю, естественно, здесь, кого я знаю, мне говорят, что мы здесь делаем только в лучшем случае ботов, которые автоматизируют работу. А вот, а вот, теперь вернемся к термину программирования, я имею в виду программисты, это те, кто напишут бота, вот, например, бота, который будет управлять всеми этими раздачами, выкупами, все эти... Ну, это автоматизация процесса, это можно сделать, не проблема. Но насколько эти программисты, насколько они шарят в этом, потому что... На данный момент все это делается вручную, так что у нас никакой массовости нет. Мы сейчас вот этот вот вебинарчик проводим, это просто старт очередного, непонятно, куда вы, непонятно, куда он выведет. Вполне возможно, что обратится три человека, кому надо, вот у меня сейчас на данный момент там небольшое количество людей, кому надо просто на раздачу товар. Просто на раздачу. Если бы я, например, в группе написал, берем товар на раздачу там, забесплатно. Вера Ланч, например, там берет с вас 300 баксов, а мы забесплатно. У нас там есть там тысячи аккаунтов, мы делаем, соответственно, спокойно тысячи выкупов. То есть, к нам пришло людей с тысячи выкупов, все, мы прокачали, потом мы миксанули, сделали отдельные корзины, соответственно, мы смогли там, я не знаю, по математике надо считать, сколько мы можем сделать. То есть, смотри, с тысячи аккаунтов вручную невозможно обработать, все равно какой-то год должен быть. Ну, это ладно, Дим, голову даже не забивай. Это уже, это, как это, знаешь, будет, решим проблему, это не проблема. Сейчас проблема одна. Я понимаю, как одноразово, по чуть-чуть, понемножку делать отзывы, решать проблему. Я сюда пришел на приват только для того, чтобы надолго, чтобы я создавал что-то. Мне это интересно, мне нравится. Я не люблю покер там, я люблю покер безлимитный, я не люблю лимитный покер. В лимитном покере математики обыграют все равно на длинной дистанции. А в безлимитном и психологии, и там много, и здесь то же самое. Из-за этого я никогда не рассматривал, вообще, мне не было интересно ни дроп, вот. Хотя на начальном этапе, когда капитал был маленький, непонятно, что был Амазон, если бы мне кто-то попался по дропу, рассказал, показал, может, я бы им и занялся. Я ничего зазорного в этом не вижу. Вот. Онлайн мне неинтересен был с самого начала, потому что для меня онлайн-арбитраж исключительно оптовой торговли. Опять же, могу ошибаться, согласен. Но я это вижу как оптовой торговли. Оптовой торговли, это, если правильно все делать, это, во-первых, нужны документы в Америке, чтобы там сейлер, там разрешение, там всякие. Но этого я не знал. Но я это видел исключительно. Оптовой торговли, это закупаешь большие партии и получаешь, соответственно, большие скидки. Все. Ну, больше, чем у конкурента. То есть, и бьешься тупо за цену. Здесь просто нужен капитал. Соответственно, у американцев капитал гораздо дешевле, чем у нас. Мы всегда будем в прочной ситуации. Ну, из-за этого я шел в приват. Мне более интересен был журавль в небе такой, с минимальными вложениями, с максимальным риском, но получить максимальный эффект. В принципе, я считаю, я этого добился и меня это устраивает. Вот. Но вот сейчас есть такая глобальная проблема, просто глобальная, которую мы пытаемся решить вот разными способами. Естественно, мы всегда это удешевляли. Естественно, мы старались всегда максимально дешево. Я еще год назад говорил, когда у нас не верифай там был, я не знаю, там сколько там, 5-6 долларов, и народ там стонал, я мое, как это дорого. Я сразу говорил, что с каждым годом цена входа будет дорожать. С одной стороны плохо, но с другой стороны, кто сейчас обратил внимание, насколько легко сейчас заходить в нишу. Я не знаю, какой там трафик нужен, я мое. Я просто чуть-чуть там 10-15 отзывов залил, PPC включил на трех аккаунтах из четырех, на двух. Аккаунтах из четырех есть продажи, то есть мы потихоньку, на остальных только-только запускаем. Вот, на одном, правда, нет. Главное, вроде, это самое. Пошло-пошло, что-то с нас, не знаю причину, будем думать. Наверное, цену будем опускать. Вот, ну то есть намного легче, чем раньше, например, это делать, из-за этого я не понимаю даже вот этого там индексации, да мне некогда этим даже заниматься. Там, да, надо сделать классный лейсинг, да, надо через там 3-4 недели зайти, проверить индексацию. Ну и все, и забыл про него. Работа он там и работает, я могу точно сказать, куча товара возьмите, куча конкурентов возьмите, они там на индексацию. Да, есть кто круто все делает, и мы стараемся это круто делать. Я себя тоже очень сильно меняю, стратегию меняю и все слушаю, потому что, да, самый правильный бизнес это выстраивать аудиторию, там через них раздавать эти купоны, просить эту аудиторию написать отзывы там, когда у тебя там большие… Ну это космос, это то же самое, что один товар и с ним там ковыряться целый год куча денег тратит на промоушены, там на поиск этой аудитории, там на раздачу, практически кикстартером занимаюсь. Ну то есть это… Ну или что-то типа этого. Из-за этого пока я лично не дорос, то есть кто, например, этом специалист, может быть, но мне сложно это делать. А поток, например, который я делал раньше, поток, то есть быстро, сейчас он не очень актуален. И я хочу свой продукт все-таки, потому что у меня есть товарищ, он мне говорит, а я сейчас просто запускаю товары, ты еще, не на то, что будет он продаваться или нет, потому что мы уже и так понимаем, будет он или нет. Мы смотрим на конкурент, если он продается, если мы сделаем такой же товар, но качественно, лучше, там, интереснее, он и будет по-любому продавать. Соответственно, он говорит, я просто привожу небольшое количество, торгую, если мне… И запускаю автореспондер. И если мне приходят нормальные отзывы, нормальные отзывы на мой товар, предварительно, естественно, товары они там обрабатывают, они не только в России, не только в Америке торгуют, они его и в Украине тестят, там, ну, где есть возможность потестить. Они берут все… Ну, это, е-мое, этот запуск, я полгода, год. Это какая же команда, у него там в команде, он говорит, 20 человек. Ну, если каждый будет там заниматься своим делом, там, если человек вывезти на это дело, то да, наверное, сможет. У меня нет такой команды большой. Вот. И мы и так загружены по полной. Вот. И получается так, что подход, мы понимаем, куда стремиться. То есть, в любом случае к белой, естественно, в любом случае к тому, чтобы зарабатывать деньги по правильному. Но для этого нужен стартовый капитал, для этого нужны всякие такие вот целодвижения. Так. Читаю вопросы. так, 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 Дмитрий, Виталий. Для старта, для звезд, чтобы запустить PPC норм. Так, гипотетически можно сделать тысячи покупательских акров и набить себе тысячи лодов, если бюджет позволяет. Сколько? Скоро ли удалят эти лодов? Да никто не знает. Опять же, айки, если технически подготовлены, это одно. То есть, там, я не знаю, там, с VPN, со всеми делами. Это я не техник, так что я в этом не скажу. То есть, я часто просто приходится надеяться на грамотность этих людей, консультироваться с другими, проверять, что те говорят, соединять их между собой, чтобы максимально обезопасить. Если технически сделано некачественно, небрежно, то вся работа, все, что сделано вокруг, это бессмысленно. Вот. Тысячи аков? Ну, сделал тысячи аков. В любом случае, на этих аках они должны быть, чем дольше, тем лучше. На этих аках должны быть покупки. Не должно быть 100 покупок, 100 отзов. То есть, ну, вот так. Логика простая. Про PPC я не понял. Виталий, повторите вопрос? Что-то это самое. Может, я упустил сверху что-то? Так. Килом. У них просклейки, расскажи, по-моему, если можно. А просклейка, что именно? Ну, почему сейчас уже не работает? Ну, потому что поменяли просто. То есть, еще раз говорю, я не специалист склейки. То есть, я сам там, я занимаюсь там, я знаю, там, 10 дней. Но склейка изменилась. То есть, стало хуже склеиваться просто. А хуже склеиваться стало, потому что перестали клеиться бренды, как говорят специалисты. Ну, вот и все. То есть, просто как... Вот у нас статистика в 20 раз хуже стала клеиться. Что я вижу? У кого-то там, я не знаю, 10% клеится. Вот у нас там 5% клеится. Вот, в принципе, Amazon как бы вот это сделал. Мы... Я вообще не понимаю, зачем Amazon разрешает эти вещи. Но есть ли они какие-то технические проблемы или сложности? Или они специально это делают? Не знаю, зачем. Сделали просто, отменили бы возможность сделать вариации там на других аккаунтах. То есть, какой радости. Меня добил просто Amazon в последний раз, когда я на своем аккаунте делал вариацию своих товаров. Они абсолютно одинаковые. Там только вариация. Модель чуть-чуть отличается. Просто микро. Упаковка такая же. Все такое же. Модель чуть-чуть отличается. И цвет. Все. Так они мне прислали нотис с предупреждением, что забанит мой аккаунт. Что я нарушаю правила, там, вариации или еще что-то. Ну, я пошел с технического аккаунта, склеил и привет. Ну, это просто какой-то уже, ну, очень такая неприятная ситуация, что вообще какая-то бесконтрольная история идет. Это обязательно нужно из чужого, да, аккаунта склеивать? Да, да, обязательно из чужого. Вот мы сейчас эти аккаунты покупаем. Они стоят. Вот у нас есть люди, которые делают. Там они разные. Я все никак live по этому поводу не пройду. Там тоже надо их делать определенно. Но мы не успеваем, только начинаем что-то делать, нас сразу в суспенд отправляют. Тоже свои сложности есть. Ну, короче, усложнили жизнь глобально просто. Просто глобально. Так, значит, килл пропустил момент, а склейка еще работает. А так понял, с ней сложнее. У меня просто обновился товар и в целом старые лисинги подходят чем-то. Могу ли я их склеить? Ну, если один у вас бренд, да, в принципе, без проблем должны склеить. У меня вот проблема одна. Я торгую достаточно долго, но все наши рестарты проходили, к сожалению, в конечном итоге к тому, что товары становились от 2,5 до 3,5 звезд. Я не могу сказать, мы всегда выбираем самые качественные, самые нормальные и так далее, и так далее. Но, может быть, я в таких нишах нахожусь. Я не знаю. То есть у нас вот средняя наша оценка нашего товара 2,5, 3,5 звезды. Конкурент это пишет. Покупательность вообще. Я тоже не знаю. С автореспондером мы практически не работали. Вот. У нас они как-то не заходят. Но сейчас опять безвыходная ситуация. Опять запустили автореспондеры. Просто мучаем, пытаемся что-то сделать. Просто тестим, тестим, тестим. Потому что на самом деле сейчас намного меньше стало негатива. Потому что, опять же, проблема с этими же отзывами. Вот. Людям, походу, не до нас уже. То есть друг другу говно. Но сейчас, ну, по крайней мере, у меня такая ситуация. Намного меньше стало негатива. Я тоже запустил автореспондер. И в день 1-2 5 звездочных приходят. Надо хороший цех придумать. Ну да, да. Я тоже вот мы, как бы, у меня много друзей там, кто у кого, я же тоже не это самое. Я пробую те письма, которые ребята, у кого хорошо сейчас работают. То есть есть у меня несколько друзей, которые на автореспондерах то есть хорошо поднимаются и хорошие делают вот эти вот отзывы. Поднимаются этого. Ну, блин, товары разные, ниши разные, покупатели разные. Много нюансов. То есть здесь нельзя под одну гребенку. Вот. То, что да, да, однозначно надо с этим. Я еще раз говорю. Вот я на данный момент понимаю. У меня вот 2,5-3,5 звезды. Я думаю. Товар у меня нормальный, в принципе. То есть очень хороший. Когда на обзор беру там в Китае, проверяет товары там и все остальное. Очень хороший товар. Я всегда беру в ниши, стараюсь всегда самые качественные брать. Ну, естественно, цена-качество. Вот. Ну, чтобы качество было отлично. Если меня не устраивает, то есть меня устраивает качество товара, но не устраивает цена, я просто эту нишу не пойду. Соответственно, товар отличный. Даже очень часто говорят, ну, Германия прям. Я получаю достаточно большое количество негативных отзывов. Я делаю два вывода. Первый вывод. Товар дрянь. Второй вывод. Конкуренты работают. Вот. Так как я автореспондером не пользуюсь, думаю, ну, попробуй в очередной раз автореспондеры. Что я делаю? Я считаю, что надо улучшить подачу своего товара. То есть, если мы получим тот же iPhone в каком-то там полиэтиленовом пакете, ну, это будет неприкольно. Вот. Соответственно, мы сейчас работаем. Я всегда был против этих упаковок на том уровне. Но вот мы сейчас дошли до того уровня, когда нам надо делать супер профессиональные упаковки. То есть, на данный момент я 29 мая получил две торговые марки. Я делаю, перерисовываю полностью свои логотипы. Мы сейчас полностью все товары упаковываем в профессиональные упаковки. То есть, опять вот это вот соотношение профессиональное и любительское, она глобальная на самом деле. Пока опыта нет, мы очень многих дизайнеров прогоняем. В принципе, пробуем, делаем. То есть, потихоньку-потихоньку к этому идем. Вот. Эти упаковки надо, соответственно, найти хороших производителей. Упаковку будем проверять так же, как товары. Вот. Смотреть, кто из них лучше сделает. То есть, очень серьезный подход в этом направлении. Опять же, для чего? Первое. Ну, на фотографии, как бы, удорожание товара с упаковкой, для меня это не актуально, на самом деле. Упаковка, когда очень какая-то сложная, с вырезами, с ножом, с этим, с чем-то там, с формой интересной, со всякими вот этими моментами, она становится уникальной. Дропшипперам уже сложнее. Плюс есть, однозначно есть. Но самое важное для меня, это когда покупатель получит в этой классной упаковке, по-настоящему классной, он будет к моему товару относиться по-другому. Вот я надеюсь на это. В прошлый раз ребята из Ampire рассказывали о том, что, этот, как его звать, они добавляют еще всякие вещи. Так, секунду. Они еще добавляют всякие ништяки, то есть, мы, например, очень часто там какой-то подарок, диск, там все стараемся на первую страницу замутить. А они вот как раз используют вот этот момент неожиданности. Вот, и момент неожиданности, получается такая история, что если грамотно это все обыграть, интересно, то получается неплохой результат, они говорят. То есть, мы продаем какой-нибудь там, я не знаю, товар какой-то и в коробку кладем хороший подарок, о котором не предупреждаем. Человек получает этот товар и получает классный подарок, дополнительный там, я не знаю, брелок там, неважно что. Вот, ему главное, чтобы он нравился действительно. И под эту марку мы подкидываем как раз вот авториспонбер. В принципе, может быть, сработает, надо пробовать. Ну, по крайней мере, хорошая тема. Вот, тем более у меня во многих товарах реально есть наборы, я могу просто набор убрать, продавать как штуку, а там уже будет подарок. То есть, вот над этим мы сейчас работаем. По-моему, отличная идея. Да, да, и мне тоже очень понравился. Она вроде простая. То есть, ничего сложного нет. Вот сейчас очень сложно мне все переупаковать. Очень сложно. То есть, это, блин, такая работа. Вот мы каждый день с дизайнерами, то есть, вот сидим один за другим товаров, вот это делаем потихонечку, очень медленно. Но в любом случае, однозначно, это, я считаю, полезная вещь. И мы вот туда сейчас двигаемся. То есть, так как товары я уже неплохие брал. Сейчас, кстати, у меня вот наклевывается один товар. Я полностью по ходу с Китая, ну, если цена устраивает, то это у меня будет первый кастомизированный товар. То есть, я понимаю эту нишу, я понимаю этот товар. Вот, я его буду продавать в другом месте. Вот, не знаю, как получится. Вопрос ценный, потому что в себестоимости Китая у меня выходит где-то 2,5 доллара. 2,3, по-моему. Вот, это делать будут в Латвии. Ну, планируется. Будем смотреть, какая себестоимость. Просто продажные цены. Сейчас очень сильно рынок упал, и я просто могу не вписаться. Но в любом случае, я уже работаю над кастомизацией изменений, чтобы мой товар реально был уникальным. То есть, вот потихонечку, очень медленно, такими вот шагами, вот иду вот в этом направлении. Лично, что я конкретно делаю? Опять же, так одним глазом начал опять посмотреть на Европу. Не знаю. То есть, ну, таким, очень таким аккуратным, спокойным, без какого-то такого нахрапа. Понимая, что там пока разродишься, пока получишь аккаунт, пока там заряжешь его, уже новый год пройдет, и на следующий год, может быть. Не знаю, как быстро можно получить аккаунт. Нельзя. То есть, вот эти фирмы. Ну, короче, там целая история. Так, вопросы. Так, тягаться с Русланом невозможно. Я не согласен. Дело не в тягании, мне кажется. Какой смысл? Всегда, как это, как это сказать, на каждое действие есть противодействие. Ну, вот. Не, нет. Это ребята, которые предоставляют услуги, связанные со склейками, там, со всякими вот этими вещами. Вот, кто не знает. Из-за этого это опять. У всех бизнес построен по-разному. Кто-то хочет так, кто-то там по-другому, там. Я не знаю, мне без разницы. Я двигаюсь именно абсолютно по-своему. Вот. Есть свой опыт. Просто смысл его рассказывать я не вижу. Проблемы с техническими аккаунтами. Это адрес адреса, куда выкупать товары, в остальном рабочая схема. Не проблема. С этим уже давно решили все. Ну, не на 100%, там, можно сказать, там есть какие-то моменты. Но в любом случае, как бы это... Ребята выкупают все это дело. А, я понял. Ну, это опять вот как раз, Виталий, о том, что вопрос старта. Я еще раз говорю, я всегда шел, я считал правильным путем. Потерял очень много времени. То есть, я там делал вот эти выкупы, получал их там через месяц. Ну, и мне их все удалили. Из-за этого, да, действительно, вот эти 20 штук первых отзывов запустить PPC, запустить автореспондер. Нормальное решение. Что это будет? По китайской схеме, там, я не знаю, по там склейке, по мерджу, может быть, что-то еще, там, я не знаю. Вот. В любом случае, нам кровь из носу нужно эти 20 отзывов, чтобы запустить PPC на классный, подготовленный, хороший товар. О том, что вы сейчас еще раз упомянули вот эту Сиену, там я еще раз говорю, можно ее бульдогом назвать. Какая разница? От этого ничего не изменится. Вот. Это годами все работает, я думаю. Ну, так, пускай. Хорошо. Но проблема в чем? Я считаю, время покажет. Давайте посмотрим. Я вижу, что там, не верифай. Не верифай, удаляются. Вот и все. Вот. У меня у самого это есть на нескольких листингах. Мы сами это делаем. И, ну, там, посмотрим, сколько это провисит. Эксперимент, конечно, но есть большие сомнения. Просто я говорю, как есть. То есть, сколько это все продержится. Если это, например, будет удаляться, добавляться, удаляться, убавляться, где столько взять аккаунтов? Ну, вот. Я знаю, что с аккаунтами проблема. Проблема у всех. Так, Дмитрий. А если грамотную, огромную петицию написать? Да, ну, Дим, я не знаю. Мне как бы. Ну, вот. Тут уже Константин написал Коган. Так что тут смысла об этом говорить нет. Проблема есть, я сейчас говорю. Она глобальная. Мы можем ее решить только вместе. И все. И здесь дело абсолютно не в деньгах, абсолютно не в каких-то там подковерных играх. Мне лично нужны отзывы. Я не знаю, как вам. Мне лично нужны. Если припрет, естественно, я буду снижать свой, как это сказать, свой ассортимент. Но по топовым позициям буду стараться продвигать и буду покупать те же отзывы, чтобы они писались мне уникально. Вот и все. Буду делать, соответственно, вот эти вот перекресты, буду делать уникальные корзины и буду с этим работать. Ну, другого варианта я просто не вижу. Ну, потому что вот эти 10-20 отзывов, тот месяц, который я профукал, так скажем, мне гораздо дороже. Мне не проблема набрать 20 отзывов даже по 70 долларов. Это получается там 1400 на топовый товар. Если это математика позволяет, я считаю адекватно. Если нет, конечно, неадекватно. Ну, это я грубо говорю. Да-да. Алло. Вот, это я грубо говорю. То есть, естественно, я не собираюсь по 70 долларов. Я надеюсь, что мы в любом случае найдем ребят, кому нужно делать трафик, и будем, соответственно, бортоваться. Может быть, даже в будущем и бесплатно это будем делать. Так, значит, мы тут в Латвии искали, искали. В основном всякая фигня. Даже товарищи из Амзепая, искали, нифига так ничего не нашли. Ну, все может быть, тут сложно сказать. Мне нет, я сейчас просто, у меня так получилось, мне так же по Амазону познакомились, предложили просто. Вот, из-за этого я ничего не искал в Латвии. То есть, познакомились, созвонились там, ко мне по консультации обратились. Они, оказывается, швейное производство и делают всякую там швейную штуку. Швейные штуки. Так, значит, дальше. Есть разница между выкупом по купону или полной стоимости при остальном отзывах. Ну, первый момент для меня очевидно, что есть. Я не знаю, кто говорит, что нет. Я считаю, что есть. Вот, потому что галочка на Амазоне есть. То, что выкуп по купону, что он искусственный, Амазон это понимает, для меня, я считаю, есть. То, что постоянно Амазон меняет значимость этому, то есть ценность, это однозначно. Потому что я в прошлом году, помню, летом, осенью, в начале осени, я думал, вообще там все эти конторы загнулись давно уже. Вероланчи эти, зонбласты, с своими вот этими выкупами беспонтовыми просто. Зачем они нужны? Вот. А к концу осени они очень даже хорошо работали. Потом, вот сейчас я на данный момент достаточно редко слышу, там иногда в группах проскальзывает, а кто лучше, а где лучше заказать. Вот. Ну, не знаю, я лично мне никогда не пользовался, я всегда выкупы делал таким образом. Я, мне кажется, это более правильно. Вот. Из-за этого не вижу даже, то есть, мне кажется, тот же там вот эти вот организации все, они же не могут в цвет. Мы же тоже можем по купону выкупать, какая разница? Даете купон, мы по купону выкупаем. Просто будете за это платить в любом случае минимальную стоимость. Вот и все. Мы, как бы, это самое, особо это не считали, не смотрели. Просто для меня важно, чтобы на аккаунт пришла покупка. То есть, мне на аккаунт надо 50 баксов. Ну, вот, мне нужна, чтобы пришла покупка. Соответственно, как это будет выглядеть с купоном, я не знаю. Ну, может быть, мы просто минимально поставим 15 долларов и там, что хотите выкупать. То есть, и по купонам не будем работать. Не знаю. То есть, просто об этом не задумывался, надо именно считать математик. Весь смысл на данный момент трафика, для меня лично, трафик нужен кому, у кого уже есть продажи, у кого есть отзывы. У многих это есть. Многие пользуются этими сервисами. По выкупам какая ситуация у вас, Виталий? Мне нужно будет. Скоро выкупы. Напомни, пожалуйста. Еще раз говорю, если выкупы без отзывов, на данный момент это 4 доллара. По графику как угодно. Вот. Если это с отзывами, это вообще другая история. Мы как раз по этому поводу собрались. Лучше, наверное, надо будет посмотреть это в записи позже. Так. Вопросов больше нет. Давайте пообщаемся. Или, в принципе, можно заканчивать. По поводу всех вот этих, все, что я рассказал, мне пишите в личку. Ну, так, в принципе, там в скайп, в этот фейсбук, не проблема. Денис. Привет. Привет. Вот ты говоришь про уникальность продукта. Допустим, так ведь, ну, как бы, ну, ты нашел вот модель уникальную. Конструктивно получается, что если ты его заберешь на Amazon, ты его будешь отбегать. То есть, ты будешь влаживать деньги в продвижение. И найдется тут же какой-то китаец или кто-то, который сымитирует твой продукт и просто привезет его на Amazon. Да нет, да все может быть. Во-первых, мы можем реально сделать патент на дизайн. Это не проблема и стоит недорого, на самом деле. Я, на самом деле, вот смотри, рассуждение. Первое. Уникальность тоже может быть разная. Вот у меня товары достаточно простые. Их переделал. Я заведомо туда шел. Первое. Простыми товарами работает геморройно. Очень геморройно. Второе. Простые товары. Очень большая маржа. Так как у меня нет там великого капитала, который... А есть... Хочется вкладывать минимальное количество денег, а получать максимальный выхлоп. Вот. И третий момент. Я всегда имел в виду, что мне будет очень легко исправить, изменить. То есть, это шитье, это силикон. То есть, никаких особо больших проблем нет, чтобы это изменить. По поводу уникальности я говорю. Первое. Это вот, если действительно товар так классно зашел, это на патент на дизайн. Второе. Никто нам не мешает, если это действительно крутая идея, пойти на Kickstarter и более глобально. То есть, товаром заниматься не как мы занимаемся там 2-3 месяца, а заниматься год-два, например. Подготовили, его сделали. Сделали там всякие вещи. Запустили через Kickstarter. Получили там эти денежки или провалили, сделали еще раз. Получили деньги, запатентовали. Даже когда люди приходят с Kickstarter, как говорят, они получают другой кабинет на Амазоне. Имеют преимущество. Так что мы к этому идем постепенно просто. То есть, просто постепенно. У меня есть сейчас предложение. Товар. Он, например, из другого материала. По-другому сшит. Немножко. То есть, технически он такой же. Но, то есть, дизайн его примерно такой же. Но материалы уже разные. Причем совсем. Мне уже два образца прислали. То есть, совершенно разные. То есть, мне надо сейчас просто себестоимость. Вхожу я в себестоимость или нет? Если не вхожу, двинусь дальше. Следующий буду искать. Но я просто к этому иду постепенно. На данный момент я работаю над упаковкой. То есть, с упаковкой я также подхожу сейчас к упаковке, как и к товару. То есть, и проверять, и фабрики, и все остальное. Но для этого надо сначала его произвести. Упаковку произвести уникальную гораздо проще, чем товар. Так как товар у меня есть, я, соответственно, упаковываю. То есть, я иду вот такими плавными-плавными вещами, потому что, ну, блин, есть люди, которым там интересно пипец, как склейка, сиена, там, я не знаю, там, банок конкурентов, там, или еще что-то. Мне интересно торговать. Просто я понимаю, что когда я это проигнорировал и пошел своим путем, я потерял много времени очень. И потерял, соответственно, много денег. Вот. Это я ошибся. Вот. Сделал такую глобальную ошибку. Вот. Но в любом случае, как бы ни было, это разговор о, там, полугодии, разговор о месяцах, разговоры, там, о годе. Но в любом случае, я знаю, куда я иду в конечном итоге. Это мне интересно. Мне не интересно, там, я не знаю, там, сидеть на Амазоне, банить всю первую страницу, туда залетать, по-быстрому за 3-4 дня, там, продавать все свои склады, выдергнуть оттуда деньги, новые аккаунты. Ну, то есть, вот эта движуха, вот это вот, там, мне кажется, это ближе вот к таким вот, там, дроп, там, я не знаю, вот они, может, там, так мутят, может, я ошибаюсь. Но мне это не интересно. Вот, я не очень как-то это склонен к этим всем вещам, я из-за этого не вникаю. Просто мне сейчас жизнь заставила, мне пришлось технически чуть-чуть узнать, чтобы, там, разбаниваться быстрее, чтобы решать какие-то свои проблемы, связанные, вот, опять же, с этими животными, о которых сейчас говорю. Нет, я поддерживаю твою позицию на 100%, потому что я тоже, как бы, к этому стремлюсь. Я просто говорю, вот, допустим, в своей ситуации, да, ну, как бы, я нашел, там, 2, 3, 4, 5 продуктов, которые я способен кастомизировать без увеличения себестоимости. Ты будешь первым, у тебя бы все равно преимущество. А потом мы стратегически придумаем, как его дальше двинуть технически. Какой временной зазор получается с момента, вот, ты... Да насколько ты бестселлером быстро станешь, насколько его сложно подделать. Вот и все. Твой результат. Знаешь, это как народ спрашивает, а как я буду с пионера деньги выводить? Да ты его заработай сначала. Ну, понятно. Да, давайте решать по мере поступления. Есть дизайнеры, ой, есть юристы, которые делают торговую, там, Саша, например. Он уже, там, делал и моим же ученикам делал, но проблем же в этом нет. Проблема исключительно в, как это сказать, главное, чтобы он пошел. Главное, чтобы, вот у меня, говорю, проблема одна. Главное, чтобы он пошел. То есть, хорошие продажи. Мы потом будем думать, как защитить. Вот, один товар не сможем защитить, второй не сможем, а третий уже будем точно с тобой знать алгоритм действия, понимаешь? Понял. То есть, это вот, это опыт, он, его не купишь, не продашь, я не знаю. То есть, его можно только использовать. Ну, продать можно, на самом деле. Ну, я вот еще ни с одним человеком не пришел, который мне сказал, там, давай, там, ты это делаешь, я это, давай я тебе технологию продам. То есть, ну, нет таких, мне пока не приходили. Пока мы отсеиваем людей, которые классно рисуют, которые классно упаковки делают. Я говорю, вот эта разница между любительством, вот что я вижу в основном, даже вот у себя, вот у себя в нише, просто единица, у кого нормальный дизайн на Амазоне. Единица. Ну, я так, то есть, я понимаю, вот, что я хочу, я вот вижу, таких очень мало. Вот. Есть там нюансы с упаковкой. Но я, когда захожу, например, на, там, российские сайты, там, на другие, там, сайты, я смотрю, когда, там, фотография, я не знаю, 5 сантиметров на 5 сантиметров, я вообще не понимаю, что за товар. Я понимаю, что даже какие бы мы убогие не были, мы просто в космосе от них. Но можно же сделать действительно профессионально, почему нет? И на самом деле эти ценники у профессионалов те же самые, что и у любителей, которые, там, там, мастер, там, девятого уровня разряда по фотошопу ему. Там такие вещи творят просто, и слов нет. И у людей даже денег нету на модели. Потому что очень сложные фотографии, я вот так смотрю, в основном с моделями, с людьми живыми. И основная масса у нас норовит что-нибудь круглое, там, наложить на человека. То есть, просто даже на модели денег нет. То есть, вот такой вот бизнес у нас. И, соответственно, вот сейчас, может быть, это в негативе, а с другой стороны, какое количество людей отвалится по всему миру. Так что, Дмитрий в этом отношении, может, и смотрит как раз в том направлении. Кто выживет, останутся сильнейшие. Посмотрим, что дальше будет. Потому что я помню просто, когда я зашел, и мы плевались. Ой, вот, три года назад на Амазоне было классно. Я вспоминаю, три года назад, как мы заходили, и мы вообще ничего не знали, и как было классно. Что же будет через три года? По поводу юрлиц я собрал информацию уже в воскресенье. Ну, в воскресенье, да, расскажешь, классно. Ну, это говорю, вопрос сейчас опять собрать, и как это применить. Подумаем, как применить, потому что мне там еще человек обещал. Вот, это рассказать, может быть. Посмотрим, как это все. Потому что, действительно, на Европу я смотрю, все время, как-то так, посматриваю, но пока не было повода. Так, значит, что тут нас пишут? Денис, можно вопрос по поводу торговых марок? Конечно. Подскажи, ты когда регистрировал, ты на юрлицо или на физлицо регистрировал? На себя лично. Зареклил на себя лично. Мы думали с юристом, как лучше сделать. Ну, так как у меня, во-первых, в тот момент, да и сейчас, на данный момент, нет фирмы в Америке еще. Вот, то есть, ну, это целый геморрой бы нам был. Вот, и мы, соответственно, прикинули так. Ну, и плюс там вот эта передача выгоднее, конечно, вроде как бы с юрфирмой. Ну, я уже не помню, то есть, юрист лучше... Да, можно еще момент? У нас есть юрлицо в Америке, вот мы сейчас в процессе регистрации. Я помню, 2 июня ты говорил, что нужно два каких-то... А, 30 какой-то там класса, это на продажу и на рекламу. У меня вот сейчас с ним проблемы, мне надо документы предоставить. Мы предоставили, раньше хватало ссылки на Амазон. Вот, я могу уточнить просто, потом напишу. Саша просто здесь нет. А, вон, Саша здесь. Саша, ты здесь, скажи что-нибудь. Саша. Вот кто мне рекламу. Ну, сейчас, может, он там разродится. Алекс Бренд, вот у него написано, я думаю, это он. Саша, ты здесь, давай. Ну вот, короче, это самое, там на... Надо было сайт, сайта у меня нет. И мы сейчас там какие-то документы, там типа инвойсов сейчас клепаем. Вот, ну сейчас он там проснется и посмотрим. Расскажет нам, непонятно. У него, наверное, там связи нет. Напиши тогда в чате, Саша. Так, пока на вопросы почитаю. Допустим ситуацию. Покупая 100 телефонов, 100 симок. Динамичный IP. То есть лучше, чем VPN. Делай маки, выкупаем остальные отзывы. Грамотно, схема рабочая. Да, наверное, ну, в любом случае. Надо садиться, просто прикидывать, там, брать карандаши и думать. И так далее. Вот. Симки, да, нормальные, почему нет. Один из вариантов. Вон, китайцы показывали, как они там лайки делают там в Инстаграмах. У них целая фирма этих телефонов. Алло. Да, Саша, рассказывай, какие там классы. Да. Просто к зуму привыкай, они очень привыкли. В общем, там 35 класс регистрируется по ритейлу, call sale. Обычно по ритейлу всех устраивает. И уже, как тоже общались с нашими партнерами, они предлагают регистрировать адвертайзинг, то есть рекламу. Потому что они встречали, то есть есть такая практика тоже вот с этими пиратами, что обходят не только по ритейлу, но и по рекламе тоже в 35 классе. Что касается регистрации, в основном большинство регистрирует на физлиц. Это более-менее оптимальный вариант, если у вас, конечно, какая-то большая фирма, корпорация, которая позволяет себе иметь юристов и так далее. Но, в принципе, плюс регистрации на физлицо, можно выдавать лицензии на свою же фирму и потом по роялти выводить из своего юрлица себе на физлицо деньги. То есть это абсолютно законная практика и очень часто применяемая. Тем более этот вывод низко выводится по низким налогам и сумма вывода практически нелимитирована. То есть вы сами ставите цену по роялти. И что касается лицензии, есть еще лицензии как стандартные, просто лицензия, допустим, на передач торгового знака патента. Есть лицензия на эксклюзивная, так называемая, лицензия, где полностью передаются все права на продажу, на выкупку. То есть это, когда вы как физическое лицо передаете своей же фирме, вам выгодно делать эксклюзивную лицензию, чтобы уже со своего юридического лица переразбирать лицензии другим юрлицам. Уже не от физлицам. Такой вот нюанс. Что касается тоже последних новостей, выхода на Европу и другие рынки, была практика, то есть человек уже вышел на рынок Австралии и говорит, что... То есть мы ему зарегистрировали, подали на регистрацию торговую марку, он говорит, что в Австралии очень как мягкий рынок, там еще нету дикой конкуренции, не хватает каких-то фишек Амазона, то есть полного инструментария. Но он говорит, что вот для выхода новичку на Австралию это вообще идеальный вариант. То есть тихие воды, его слова. Ну опять-таки, у кого в товар попал, то есть есть востребованность на Амазоне, то есть туда надо с этим, ойл-диффузерами эти, то, что перегружено. Знаешь, он как раз ушел, то есть он заметил, что его товар передропшипят в Австралию. А, ну вот, да, и тоже неплохой вариант. Он свой же товар вывел на Австралию. Ну это вот у кого столько времени есть, вот они с товарами сядут, реально времени нет, ему зашиваешься по полной программе. И за это вот Европа интересна, и даже ребят с Амзэмпай как раз классно сказали, что у них такие же обороты на Европе, но они их делают не с круто продаваемых товаров единичных, а именно с ассортимента. То есть в Европе ассортиментом берут, а в Америке, соответственно, по топовым товарам. Ну то есть, опять же, я говорю, мы просто от кого-то отстаем, кто-то идет впереди, надо, соответственно, смотреть на чужие опыты. По Европе, я тоже добавлю, по Европе есть тоже один огромный плюс, там можно регистрировать все страны Европы одной заявкой. То есть обычно все привыкают регистрировать какую-то страну по отдельности, но есть возможность регистрировать все вот эти вот 28 или сколько там стран одной заявкой. И сколько это по баблу будет? А? По баблу сколько это будет стоить? Там в районе 1000 долларов. Ну нормально что, не смертельно. Да, тем более если учитывать, что это все страны оптом. Да, да, нормально абсолютно, цена адекватная. А по времени? Если в Европе, в Америке ты мне сделал за полгода, а там сколько будет? Ну в Америке обычно стандартный срок 8 месяцев. Ну ты мне говорил, что повезло, у меня 1.8 и 1.6. Ну там, где делали тебе нейминг, те просли по 6 месяцев. То есть в нейминге они легко проходят. Ну или вообще более-менее какие-то удачные чистые торговые знаки, где нету похожих названий. Они легко проходят. Там действительно можно получить. В Европе сколько? 3 месяца, 2? В Германии вроде 2, в Англии 3? В Великобритании 3-4 месяца, вся Европа в принципе выходим на те же 8-10 месяцев. Понятно. И точно так же, как бы вот для бренд-регистри выгодно делать Великобританию за 3-4 месяца. И отдельно уже, допустим, США и Европу на выбор. Какая зона интересует? Все ясно. Ну а что там Англия и Германия, 2 зоны основных. Ну да. Там единственное, надо будет думать, что с упаковкой делать. На кучу языков писать, как нам в упаковке приходят. То есть где торгуешь, такой же перевод должен быть. Описание по крайней мере. Ну то есть эти правила надо знать. Короче, нюансов море. Когда ты их знаешь, ты к ним относишься достаточно, так скажем, пренебрежительно. А когда не знаешь, конечно, приходится помучаться немножко. А, вот еще интересная тоже история. Клиенты спрашивали по поводу регистрации в Китае. То есть у них там случилась какая-то коллизия по патентам. Ну то есть заблокировали их по патенту американскому. Ну у них товары из серии вот эти вот. В общем, ну типа твоих же товаров, как это называется, для здоровья. Которые помогают. Приборы, скажем там, расчески и так далее. Вот из этого стиля. В общем, прилетел такой бан по патенту американскому. Причем они проверялись на патенте. Скажем так, этот патент сделан из серии просто для того, чтобы банить людей. И они решили разбаниваться, пытались договориться. То есть с конкурентами. Но сразу же обратились к своему производительному. У них произошел такой интересный казус, что мне действительно понравилось. Ихний завод, производитель, поставщик, имеет патент китайский. И он им выдал бумагу с разрешением, что да, у них действительно уникальный брендированный товар. И что он у них отличается от того, от которого их банят. И как бы в качестве такого бонуса, очень интересного, предложил им такой нюанс, что если они не договорятся с другим, ну то есть с конкурентом, то они на основании китайского патента закроют ему производство в Китае. И он вообще торговать не будет. Такой бонус они предложили своему клиенту. Ну это такие, конечно, повезло. Называется. Да, действительно. Такая уникальная история. Не, ну китайцы тоже развивают на самом деле. Из-за этого тут говорить вообще смысла об этом нет. Все меняется. Да, окей. Все, я сказал, что у меня было. Все, спасибо. Какие еще есть вопросы? В принципе, думаю, можно двигаться дальше. Как мне посоветовали, надо лайвы, вот эти все мероприятия проводить. Коротенькие, не больше часа. А то утомиться, но потом пересматривать все это дело. Я бы сказал, даже не больше полчаса. Ну, это идеальная история. Тогда только вступительная речь. Два вопроса и до свидания. Потому что, ну или надо письма это написать. Ну, сложно. Ну, четкий план просто, что рассказать. Да, да, Денис, как раз. Как раз-то вот тебе лайвы надо. Вот я тебе дам, попробуешь, е-мое, на час уложить. Как начнешь, как начнешь тараторить, е-мое. Вообще тебя не остановить. Очень тяжело. В принципе... Сегодня, хотите, я вам прикол расскажу? Раз уж такое, это, не очень дай лад. Четыре часа, ну, по московскому и мы, по минскому времени. Мне надо было проснуться сегодня. Инспекцию делали нашего товара. Потому что у китайцев в девять утра, фабрика начинает работать. А у меня температура, вечером что-то, блин, спать было. Выпитал, то есть таблеток. Просыпаюсь только в шесть утра, боли, проспал с инспекцией. Короче, в телефон смотрю, а у меня уже там куча сообщений, куча фоток. И смотрю, короче, не наш товар. Прикольно. Вообще, не какой-то отпугиватель кротов. Главное, резюме, что товар классный, все супер. Короче, можно отправлять. Отправляйте, что я. Отвязываюсь с китайцами. Говорю, блин, меня, короче, ребята, там менеджер, получается, Саша, он отправил своему инспектору не ту заявку. Не мою, а чужую отчетку. Ну, правда, благо инспектор еще на месте. То есть, если я пишу быстро, что, блин, так вся, говорит, там перепутали, короче, он запрашивает, пересылает, ну и все, я по самому. Ну, что ты хочешь, меняйте, могу сказать. У меня более прикольный прикол, е-мое, мой товар наконец-то доехал. Мы его отправили в январе, самый срочный достав, какой может быть, 12 февраля мне написали, что на таможне она задержана, и товар появился на Амазоне 12 июля. В конечном итоге, это просто, е-мое, то есть, вот, 3000 штук на пробу мы взяли в те времена, его только привезли. И в этой нише уже произошел ядерная война и ядерный взрыв. То есть, мы сейчас пришли на просто супер выжженное поле, и я уже просто не знаю, е-мое, как там, чего вообще будет, но смысл такой, что, ну, жесть. Все бывает, тут невозможно предсказать. Вот нас на таможне оставили, мне понравилось назад. Пока забирали, пока отдавали, пока переупаковывали, пока переделали, потому что там ФСНК и все эти дела. Ну, все, е-мое, то есть, вот, пришло полгода потрачено. Я уже забыл про этот товар просто, ну, реально, е-мое, ну, вот, бывает такое. Так, в принципе, было приятно, думаю, тему раскрыл, идею передал, буду эту тему двигать. Будут новости, буду рассказывать. Больше лайва проводить не планирую. Планирую вот такие вот открытые вебинары, на которых можно пообщаться, задать вопросы максимально коротко и, так скажем, лаконично. А что еще? Что еще? Вот, по отзывам будем работать дальше. Все новости будем писать в группе и, да, соответственно, о следующих лайфах расскажу. Всем удачи, в принципе, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok